Активисты Читинской епархии на средства президентского гранта планируют создать в Чите центр временного пребывания детей. Этот проект станет существенной помощью многодетным мамам, неполным и малоимущим семьям. Подробности в сюжете студии «Слово» за Байкальской митрополии. Маленькие непоседы, конечно, доставляют родителям огромную радость. Но их воспитание для мамы, особенно многодетной, связано порой с многочисленными проблемами. На данный момент самая сложная в моей ситуации, что я постоянно ещу в женскую консультацию, нужно сдавать анализы, нужно проходить обследование, КТГ, и не с кем оставить детей. Из-за этого я пропускаю явки, постоянно их переношу. И, конечно же, если бы был такой центр, где можно было бы приехать и оставить малыша, и спокойно съездить, сделать свои дела, было бы очень хорошо. Именно такой детский центр, где можно было бы оставить малыша на неполный рабочий день, сегодня планируют организовать Читинская епархия. По замыслу организаторов, в нем можно будет разместить до 20 дошкалят. Первоначально цель такая вот, простая, помочь и поддержать женщин в тех трудностях, которые сопряжены с рождением и воспитанием ребенка. Но главная цель не делешь на православных или неправославных, это не обязательно обвесить весь детский сад иконами, поставить подсвечники. Абсолютно нет. Учить детей любви, то есть жизни, нормальной человеческой жизни. Предполагается, что в детском центре будут работать педагоги-воспитатели, музыкальные, медицинские работники, повар, завхоз, а это дополнительные рабочие места. Проект планируется осуществить на средства президентского гранта. Опыт успешной реализации подобных проектов у епархии уже есть. В нашей епархии открылся антикризисный центр «Теплый дом» 6 октября 2018 года за счет средств фонда президентских грантов. Там у нас находятся женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Помогаем восстановить документы, и вот социализация происходит. Но уже более 10 женщин у нас получили помощь. Для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, с младенцем на руках, без жилья и средств к существованию, это действительно теплый дом. Мамы чувствуют себя здесь в безопасности. Они обеспечены всем необходимым. Уютные жилые комнаты, просторная кухня, учебные классы, бесплатное питание, средства гигиены, игрушки. Но самое главное – психологическая и юридическая помощь. Помощь в трудоустройстве и поиске постоянного места жительства. Мне здесь, наоборот, нравится и Захарка у меня к воспитателям привык. Он сейчас больше людей понимать стал. Раньше как-то отталкивался. А здесь, наоборот, как-то тянется к людям. Все довольны, что есть такой центр. Много кому помогли здесь. Елена хотела бы получить профессию швеи, но не учиться, не работать пока не может. Новый детский центр мог бы решить и ее проблемы. Если этот садик откроется, то я сразу пойду на биржу, попробую встать, научиться куда-нибудь. А его в садик. Или работать так же, где-то по три-четыре часа работать, его там оставлять, пока у нас нет места еще в садике. Помещение для теплого дома выделила администрация Забайкальского края. В настоящее время идет подбор помещения и для детского центра. Та форма группы дневного пребывания, мы ее взяли как стартовую. Конечно, целью этой группы будет создание полноценного детского сада. Вот этот сад наш грядущий, это не только учреждение для детей, но это помощь для многих взрослых, которые там могли бы потрудиться, принести пользу в содержание детей. Продолжение следует...